Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сангейт продолжает свою программу. Сегодня у нас 20 июля 2016 года в Чикаго 12 часов дня, в Москве в 8 часов вечера, и как всегда в это время мы ведем программу «Тема наша Таро» и Сергея Савченко, «Таролог современности», он сам скромно себя называет, и я поддерживаю это. Нет, себя не называй. Ну, это я так называю, поскольку я будущий студентом школы, русской школы Таро, где Сергей Савченко является руководителем, вот я так считаю. И на самом деле сейчас вокруг Таро и рядом сейчас как-то развернулись разные дискуссии, я читаю, то есть это не понаслышке, я в общем-то сам как-то и увлекаюсь, я уже сказал, был студентом и являюсь. Вот что такое Таро, опять же возвращаясь, как оно само по себе развивается? Мы знаем, как оно возникло, мы об этом с Сергеем уже говорили, как оно вот развивается и каково, может быть, даже предназначение Таро. Сергей разрабатывает целую систему, революцию Таро, ну ему, естественно, и слово. Сергей, во-первых, здравствуйте. Добрый вечер. Это в Москве 8, а у меня-то уже 23. Серьезно? В Сибирях, да. Да, да, да. У нас, кстати, присутствует Holistic Health Coach, то есть тренер по здоровью, так это переводится, специалист по вопросам питания и здоровья Рита Борт. Ну, может быть, она... Рита, здравствуй. Добрый вечер, доброй ночи. Сергею, да. Сергею, да, доброго времени суток всем остальным. А у нас тут вообще как раз разгор дня. У нас разгор дня, солнышко тут за окном. Ну, Рита, если останется у нас время, наверное, ты задашь вопросы, поскольку вчера у нас была, буквально вчера у нас была программа с астрологом, медический астролог, и мы говорили, точнее, Рита говорила о астрологии и питании. Вот, оказывается, мы по питанию, как бы, ну вот, мы то, что мы едим. И вот было бы интересно узнать, ну, давайте мы вот вначале по... Все по порядку. По порядку, да. Этапы развития Таро. И, Сергей, расскажите нам, в общем... Ну, это даже вопрос не этапов развития Таро. Это вообще вот принципиальный вопрос, как развиваться Таро. То есть, как оно должно проходить. Раньше Таро это была некая секретная дисциплина. То есть, с одной стороны, да, с одной стороны, это был секретный материал, и он не был в свободном доступе. И даже в конце 19 века купить колоду Таро, это была целая проблема, целая экспедиция. И в том числе, потому что они не издавались, они издавались в Италии, но они не попадали во Францию, в Англию, там, человек должен был сам ее рисовать. Чтобы изучить, это тоже была проблема, потому что просто не было в литературе никакой по этому поводу. Сегодня же существует множество людей, которые так или иначе заявляют о том, что они готовы учить Таро. Вот вопрос, а чему они готовы учить, а как они готовы учить. Профессия астролог решением ООН внесена в каталог профессии. То есть, вы можете официально получить... Серьезно? Да. Я не знал этого. Я считал, что это... То ли ООН, то ли ЮНЕСКО, то ли, я не помню, кто-то. Я считал, что это лженаука. Это лженаука. Это лженаука, с которой надо сжечь, само собой, обложить их книжками. Но, тем не менее, в документ вы можете получить, что вы островы. На основании этого документа вас потом и сожгут. Но вначале вы получите диплом. Да, конечно. И с дипломом, стоя, как Жанна Дарак, на костре, вы будете... Будем раздувать костер. Чтобы память о вас сохранилась именно вот так. А что, Таро не внесено еще никак? А Таро не внесено никаким образом оно не внесено. А почему, как вы думаете? Я не знаю, почему. Может быть, недостаточно сильное лобби у Таролога. Тарологи ведь очень сильно разобщены по сравнению с астрологами. У них нет единой концепции. Ничего единого вообще нет. У астрологов хотя бы понятно, что нужно изучить для того, чтобы стать астрологом. У астрологов непонятно, что нужно изучить, чтобы стать астрологом. То есть, какие-то функции, какие-то знания, какие-то умения должны быть. И вот между торологом и астрологом вообще очень много общего, но также много и различного, и в том числе это отношения в социуме. Астролог – это почти что уважаемый человек. Это вот там звезды, там надо все считать, это все так сложно, это все так непросто, это все… Короче, нам не понять, ни дурачки, нам не понять. А торолог, а что заработает? Подумаешь, там карты раскидал, посмотрел, и любой дурак так может сделать вообще. То есть, астролог – это… Тут работает авторитет, конечно. Астрологи существуют на 2000 лет больше, чем торологи. И изначально астрологи обслуживали только царские дома, правителей, царей и так далее. Это она потом с хай-класса, астрология спускается уже до миддл-класса, до лоу-класса, до всех вот этих слоев. Это, кстати, вот американец один сделал, если я не навру имя, Алан Глео. Вот он как раз стал выпускать первые массовые гороскопы такие, которые стали всем доступны. И потом сейчас вот в газетах, когда печатают близнецы в этот день или там эти скальпионы на этой неделе, это как раз вот его на среде. Астрологи так не получило. Астрологи недавно возникло. Оно ускоренно проходит в пути развития своего, но тут возникает вопрос, а как ему развиваться? Как ему развиваться? Есть одно очень жесткое и грустное правило. Если у нас нет стандартизации, у нас нет развития. Вот смотрите, это можно очень интересно, я читал статью по поводу кофе, по поводу развития искусства заваривать кофе. Вы пьете кофе? Ну, в общем... К сожалению. Варите или растоняете? Вы понимаете, не пили, но потом появилась машина. А раз появилась машина, так надо... Все, устоят. Во-первых, надо окупать машину. По сравнению с тем, что если мы идем куда-то там, то это будет... Так вы варите с собой, берете в первом... Окупать машину, значит, покупать дорогой кофе. Значит, покупать, да. Во-первых, кофе должен быть хороший, не просто так это кофе пить. Так что по поводу кофе. Технологии варки. Вот когда вы завариваете кофе в машине, вы практически всегда получаете один и тот же вкус. Нет, почему? У нас есть... Сейчас компьютеры стоят в машинах. И там есть разные варианты. Нет, 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 имеется в виду, что если вы там заложили капучино, вы получаете капучино. Оно не будет отличаться от вчерашнего капучино. И от позавчерашнего. Если вы только не унесете новый сварк кофе туда. Нет, если вы не оставите его на следующий день, тогда будет отличаться. А, вот так. Но, если заваривать его в Турке, до тех пор, пока у тебя нет технологий, ты всякий раз будешь получать нечто неожиданное. Оно может быть лучше, оно может быть худше, но ты не сможешь повторить эту ситуацию. Вот это артефакт. Когда я гадаю на Таро, и у меня нет технологии гадания, у меня нет протокола. То есть, я действую по наитию, на обу, ну как угодно. Я никогда не могу сказать, какой у меня будет результат. Никогда. Я никогда не пойму, что я делаю, каким образом я это делаю. И очень важный момент, я не могу это передать другому. Я не могу это передать другому. Я понял, вы простите, я вас прерываю, но у меня возникло, как по этому поводу, что вы рассказываете, у меня просто по ассоциации возник вопрос. Ну, такие случаи, наверное, есть. Может, это редко, но есть. Ну, вот пришел человек, ему выпал расклад определенный. А пришел через год, через месяц, пришел другой человек, вы открыли карты, выпал тот же самый расклад. И вы даете разную трактовку этим раскладам. Вопрос только один. Я могу объяснить, почему я так поступаю, или нет? Если я могу это объяснить, тогда у меня нет никакой проблемы. Это технологии. Я понимаю. Если мне надо это объяснить, тогда это факт. Я никогда не буду знать, как натолковать эти карты. Так это я говорю к тому, что точно так же, как вы не можете повторить тот расклад, тот рецепт кофе, который вы сварили в этой тюрке, точно так же, вы не можете объяснить, почему вы трактуете тот же самый карты. Нет, я понимаю, что вы можете, но вы не повторяете это, как механизм повторяет тот же самый рецепт. Вот что я имею в виду. Механизм повторяет тот же самый рецепт. То есть, мы сегодня пришли к капсулам кофе. Я беру капсулу, и независимо ни от чего, я получаю один и тот же вкус в любой стране мира. Да, это свидетель. У нас стоит машина с капсулой кофе. Вкладывается туда, правильно? Я получаю один и тот же вкус. То есть, когда это было некое безумное искусство, когда даже человек, который это делал, не мог предугадать, что у него получится, насколько это будет повторяемо и воспроизводимо, это была одна ситуация. Когда мы выходим на уровень технологичного процесса, и этому процессу можно обучить другого человека, передать ему это умение, научить его это делать, причем не на уровне обезьяния, нажмем на кнопку, получится результат, а на уровне понимания того, что происходит в этот момент. Вот у меня телефон лежит, я не понимаю, что происходит. Он в него там свои какие-то штуки. Но когда я раскладываю карты, я понимаю, что происходит. Я понимаю, как я выбираю эти значения. Я понимаю, как это я все делаю, как я гадаю, как я расшифровываю эти карты. Но этому всему надо учиться. И я сталкиваюсь с очень странными вещами, удивительными, которые я, понятно, например, не в состоянии. Например, такая вещь, что вот это сокровенное знание, они должны передаваться как-то неизвестно как. Тут поразил меня недавно комментарий один, что вот у меня была бабушка, и вот бабушка у меня гадала, и вот только через бабушку можно все это получить. Это удивительно. Но если у меня есть бабушка, которая меня обучает, чем это отличается от того, что я обучаю вас? Чем? И еще есть один момент. Я профессиональный преподаватель, да? То есть я знаю, как это делать. Я умею строить методику преподавания. Вот вы прошли этот курс. У вас были какие-то сложности? Вот именно в процессе того, как мы шли от простого к сложному. Мы выучили значения, мы попробовали простые расклады, мы попробовали сложные расклады. То есть вы видите весь этот путь. Бабушка, которая вас будет обучать, а на профиль преподавания не знаний Таро. Нужно прекрасно знать Таро, но это никак не даст нам возможности учиться. Мало знать Таро. Нужно преподавать. Ну, кроме этого, надо еще какое-то свое, ну что ли, дар, который дан нам от Бога быть этим Тарологом. То есть не всем, может быть, даже те, которые будут обучаться, не все они будут Тарологами. А дар быть стоматологом? А дар быть психологом? А дар быть художником? А дар быть там я не знаю кем? Это все ремесло. Войну выигрывают не асы. Войну выигрывают ремесленники. Если я создал технологии, которая дает хорошего ремесленника, и я в слово ремесленник не укладываю ничего обидного. Крепкий середняк. Это питательная почва для выращивания талантов. Если у меня этого нет, у меня эти таланты появятся, не появятся, ну, неизвестно, как они будут развиваться. Просто неизвестно, как они будут развиваться. Сергей, мы сейчас рассматриваем палку о двух концах. Если бы вы это преподавали виртуальным людям каким-то, которых нету, вы написали книгу, вы сделали полностью систему преподавания, и каждый человек, получив эту систему, ну, скажем, как сегодня, берет уроки на интернете, и все, проходят эти уроки, все эти стадии. Там нету общения, вы это виртуально сделали. Тогда, может быть, это было бы так. А какое общение должно быть? А вот сейчас подождите, я сейчас к этому подойду. То есть, в астрологии есть такое понятие, ну, просто еще, и в астрологии тоже это есть. Я не буду углубляться там в высокие материи, предназначения человека, которые идут от прошлых жизней, если в это, допустим, поверить. Вот астролог берет и делает гороскоп, натальную карту человека. Вот, к примеру, мне. Делали не один раз эти карты, и у меня есть в моем гороскопе пути развития. У меня есть вот это направление, есть вот это, вот это самое сильное, это какое-то другое, это какое-то третье. Вот я могу и в трех направлениях развиваться. Если я этого не знаю, я не знаю. Прошло время, я это наконец-то разобрался, на втором полувеке своего проживания в этой жизни, и я теперь это понимаю. Но если бы меня, мои родители, допустим, зная это, они бы меня, может быть, направили в это направление. Вот, к примеру, я мог бы быть врачом. Мы сейчас, мы сейчас говорим о разных вещах. Почему? Ну, ведь человеку. Нет, 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 нет. Мы сейчас говорим о разных вещах. Вы говорите до того момента, когда я говорю. То есть, вы выбираете свое предназначение. Вы решили стать врачом. Все, не вопрос. Но теперь вы должны взять книжку, как стать врачом, там, врачебное дело для чайников, как выучить хирургии за 20 минут, и так далее. И по ним начать учиться. Вот я говорю об этом элементе. Если об этом, тогда я с вами согласен. Я говорю только об этом элементе. Есть человек, у кого есть предрасположение изучить эту науку, а есть человек, который вообще нет. Один выучит лучше, один выучит хуже. Я только про это и говорю. Один станет профессиональным водителем, один будет ездить на машине до ближайшего супермаркета и обратно, и ему этого будет прекрасно хватать, и он не хочет даже больше ничего это делать. Но ситуация, когда у тебя нет техники обучения, нет вот этой последовательности, нет методики преподавания, я считаю, что это пагубно влияет на любое дело, на любое, просто. Оно застывает, оно замирает, оно перестает развиваться. Почему? Нет притока новых людей. Я твердо придерживаюсь принципа. Все, что не написано, не существует. А можно мне в клинице задать вопрос? Да, пожалуйста. Спасибо. То есть вы обучаете, у вас есть методика, все люди выучились, как будто бы должны были выучиться одинаково, но, возможно, они выучились по-разному, кто-то лучше, кто-то хуже. Предполагаете ли вы, что все эти люди будут трактовать или гадать совершенно одинаково? Трактовать карты, или они будут как-то использовать свою... Конечно, нет, конечно, нет. Конечно, у каждого есть свой собственный опыт, и каждый будет это делать как-то по-своему, но... Они будут использовать свою интуицию. В общем-то, каждый... Они будут использовать свой опыт. Почему нельзя? Пожалуйста. Но для того, чтобы использовать свою интуицию, ты должен получить базу. Есть база. Пока ты база не выучил, чего бы это ни было, ты начал заниматься танцем, ты начал заниматься рождением, ты начал заниматься... Ну, не важно, чем ты начал заниматься, да. Пока ты базой не овладел, импровизация недопустима. Потому что ты только испортишь сам себя. Вот когда ты овладел базовыми движениями, вот тогда ты можешь импровизировать сколько хочешь. Но у тебя хотя бы есть фундамент для этих импровизаций. Я хочу сказать, что если мы не будем создавать методики преподавания, не будем создавать протоколы гадания, по которым проходит протокол, если мы не создадим новое правило, ну, новое это вот некое условное такое слово. Новое, нет такого нового, да. Да. Если мы не создадим то, что может сделать Таро, то, чего он не может, я называю это протоколом, Таро не будет развиваться. Оно и сегодня, уже и края этого Таро, они очень размыты. То есть, самые разные люди, которые берут колоду в руки, называют себя Таро, и они с этим Таро делают все, что угодно. Используют его как угодно. Это неплохо. В этом нет ничего плохого. Проблема только в том, что здесь остается от Таро. То есть, где вот это ядро, где сердцевина этого самого Таро. И если мы будем опираться только на бабушек, это никак не повлияет позитивно на развитие Таро. Мне кажется, что идея, что мы можем спустить все это дело на самотек, не делать ничего, чтобы оно там как-то развивалось, приведет только к умиранию Таро. Хорошо. Сергей, скажите, ну вот до сих пор вы столько лет, уже 20 лет, более 20 лет преподаете Таро, и у вас много учеников, и вот только в последнее время вы решили заняться тем, чтобы, ну так сказать, технологию преподавания Таро сделать. А у вас внутри это что-то изменилось? У вас это шло как-то поэтапно, что вы хотите это сделать? Это вдруг вот спонтанно такое желание появилось? И как к этому отнеслись, допустим, ваши ученики? Ученики позитивно. Ученики позитивно. Коллеги по-разному. Кому-то это нравится, кому-то это нравится, кого-то это вызывает раздражение, кто-то недоволен. А у них, ну ведь у каждого Таролога есть своя методика преподавания. У каждого, кто преподает. У каждого Таролога, преподавателя, да. Да, у каждого Таролога есть своя собственная методика. Так, а почему тогда кого-то волнует, что вы... Ну, потому что мы же живые люди. Зависть. Зависть, конечно, и зависть. Подождите, а вдруг вы не... Какая зависть? Вы же еще не запатентовали, не получили Нобелевскую премию. Может быть, это не состоит? Ну, как люди пойдут учиться туда, а не пойдут ко мне. Потому что там, может быть, легче, интереснее, быстрее. А в чем разница? В чем разница технология, вот то, что вы сейчас проходите, и то, что вы собираетесь сертифицировать людей по сравнению с тем, как это было? Я не собираюсь сертифицировать. Ну, дипломы вы сдаете? Да. Я выдаю диплом. Я даже не просто я выдаю диплом. Это выдаю диплом университет, который аккредитован по Балонской системе. Это диплом, который признается всеми государствами, которые признают Балонскую систему. Там написано «специалист по Тару». То есть, просто написано «магистратура». Ну, если вы знаете, знакомы с Балонской системой образования, там есть бакалавра и магистр. Ну, вот, короче. Я слышал, потому что я в Индии там бывал и бываю. Там есть такие, да, институты, которые предлагают, да, действительно, получение вот в две стадии, два уровня. А как вы создали систему, да, вы создали вот эту, как бы, систему, и вы ее тестируете в данный момент, правильно? Ну, уже нет. Уже не тестирую. Уже мы работаем с ней. Уже работаете с ней. Уже мы работаем с ней. Хорошо. Хорошо. То есть, она действительно позволяет обучить человека. То есть, мы берем человека, который не знает ничего, и мы доводим его до результата. Начинает работать. Начинает гадать. Начинает знать карту. Вот по той системе, которая и я проходил? Вы прошли первый этап. Ну, вот если говорить о школе, да, это была младшая школа. Потом и средняя школа, и старшая школа. И вот этот весь цикл, он уже выстроен. Он уже построен. Почему только сейчас? Это просто сложилось не за один день. Это потребовало очень большой работы и методической, и исследовательской, всякой разной работы. Ну, в конце концов, эта схема сложилась. Ну, на самом деле, я всегда считал, и продолжаю, и буду считать о том, что в любой профессии всегда есть место к чему-то дальнейшему. Всегда есть место к совершенствованию. Всегда все, в общем-то, идет по нарастающей. Так должно быть. Нет такого, чтобы где-то вот так вот шло по накатанной. И, конечно, все есть, есть какие-то методики, есть какие-то пути, по которые все, в общем-то, идут. Но, еще раз, это то, что я, как бы, всегда говорил, у человека должно быть что-то внутри, которое позволит ему, ну, вот найти тот самый единственный вариант, который самый оптимальный вариант. Не знаю, как это происходит, вот, но, полагаю, так, второе, это есть. Поэтому и два разных расклада, два одинаковых, точнее, расклада, может трактовать по-разному. Да, ну, да. Ну, вот, можете привести пример таких одинаковые карты, вот, пять карт. Не помню, так не помню. Ну, на, к примеру. Ну, это же зависит от вопроса, от человека, который задает вопрос. То есть, в одной ситуации это будет хороший расклад. Ну, вот, самый простой пример. Карта башни, да, удар, гибель, крах, разрушение. Что будет с моим бизнесом? Башня, все, я разорюсь. Что будет с бизнесом моего врага? Он разорится. А, ура! То есть, одна и та же карта вызывает на два разных вопроса похожие ответы, да, и совершенно разную реакцию. Нет, ну, если два человека пришли, и два человека хотят узнать, как будет, что будет с их бизнесом. Первый вариант, да, выпала башня, да. Ответ однозначный, вроде бы, не второму человеку. А второй вариант, я вот смотрю на эту карту и чувствую, что она как-то не связана с разорением. Говорю, а чем вы занимаетесь? Он говорит, я занимаюсь продажей металлолома. И башня обозначает его металлолом, который он продает. То есть, она обозначает не результат его бизнеса, а характер его бизнеса. А как отнестись к тому, что если выпадает карта, можно ли трактовать, что этот бизнес, который пойдет на убыль или вообще какой-то разрушится, это как раз будет хорошо для этого человека, поскольку ему это просто бизнес не нужен. У него как-то... Миша, я вам сейчас перебью. Помните карту Туз Кубков? Да. Помните ее значение? Туз Кубков? Да. Видите, словили, нет. Любовь. Любовь, сильные эмоции, эмоции клести через край. Вот, значит, учебное гадание. Ученица сидит, и мы делаем расклад. И делаем расклад учебные взаимоотношения. Ну, вы помните, в голове, на сердце и в фасаде. И вот она загадывает там некого молодого человека, и мы раскладываем карты. И у него в голову ложится Туз Кубков. Что я должен сказать? Я должен сказать, что он думает о любви, думает о ней, думает о всякое такое. А я смотрю на карты и чувствую, что это не так. Говорю, вы знаете, я не знаю, но мне кажется, он просто пьян. Говорит, да, сегодня пятница. Он всегда напивается по пятницам. Это раз. И второе, у него совершенно никаких причин не думать обо мне в любовном ключе. Он никогда об этом не думал, не думает, и, надеюсь, что и не будет думать. И потом узнаем, да, действительно, пятница он напился. Все, не вопрос. У нее есть такое значение у этой карты. Но это не очевидное, не главное значение этой карты. Так вот, мы сейчас подошли именно к тому, что я и пытался выяснить. То есть, у вас есть какое-то чувство, которое вы объяснить не можете. Оно не объявлено. Я могу. Нет, ну я понимаю, что вы можете объяснить. Я не просто могу. Я могу научить вас этому. Вот в чем фокус. Я действительно могу вас этому научить. В чем достоинство этой методики? Рита, как ты считаешь? Вот ты сейчас... Это высший пилотаж. Это высший пилотаж. Если этим чувством можно научить, это уже вот... Я потратил на это последние полгода, для того, чтобы сделать методику, как это научить. Я думал, вы сказали, я потратил на это последние 50 лет моей жизни. Я потратил на это последние 20 лет, чтобы научиться этому самому, и полгода для того, чтобы превратить свое умение, которое очень плохо вербализуется, в технологию, которую я могу передать вам. Пока мне это не... Вообще, если честно, мне это непонятно, как этому можно научить. Но я допускаю, да, что этому можно, раз, во-первых, вы это говорите. Ну, здорово, здорово, замечательно. Ну, я все предполагаю, что, в общем-то, все, что мы делаем, оно должно прийти к какому-то логическому завершению. А не просто мы, так скажем, воздух сотрясаем в эфире, так и говорим просто впустую. Я полагаю так, что рано или поздно люди появятся, и, в общем-то, для этого мы предполагаем, что вот какое-то, вот как Рита делает, допустим, фестиваль, какой-то вот ярмарку, куда приходят люди, и где вы как раз говорили ей, в какой лучше день это сделать. Это обалдеть вообще. Мы решили это делать 11 сентября, то есть September 11 здесь вообще, по сути, день, который... Ключевой день, да. Да, казалось бы, вообще, ну, не подходит ни под что для людей это звучит как бы угнетающе немножко. Ну вот я из этого решила сделать что-то совершенно иное. Ну вот подумали, да. То есть помочь. Ваши рекомендации были как раз-таки не в конце августа, а в начале сентября. Ну, начало сентября выпало на праздник, когда люди разъезжаются, поэтому вторая неделя, да, как раз оказалась 11 сентября, второе воскресенье. Второе воскресенье, потому что первое воскресенье у нас это, что, Labor Day, да? Да, да, у нас праздник первой недели. Ну, вы знаете... Спасибо большое. Да, так вот я это говорю к тому, что мы можем... Всё то же самое. Ну, сегодня же у нас интернет, и вы обучаете по интернету, всё понятно. Так вот, мы можем сделать всё то же самое, только на интернете. И я полагаю так, что мы это в ближайшее время сделаем. И с вами, естественно, проконсультируемся по поводу даты, скажем, какая наиболее благоприятная дата. Хорошо. Сергей, скажите, а вот сокровенные знания, что такое сокровенные знания? А вот я не понимаю этот термин. Правда, я не понимаю этот термин совершенно. Вообще. То есть, до меня не доходит, что такое сокровенные знания. Я знаю чётко. Все знания, которые человек пытается скрыть, спрятать, там, замаскировать, ещё как-нибудь, вот, они как... Ну, как хлеб. Они киснут. Ну, как продукты питания, которые вы забыли. Они просто прокиснут, и вы их потом выкинете. Если ты не дал их людям, оно не развивается. И если оно не развивается, оно умирает. Оно через 20 лет никому будет не нужно. Все уже забудут, что оно такое было. Оно просто исчезнет из памяти. То есть, для того, чтобы оно жило, оно должно быть достоянием людей. Эти люди должны с этим работать. Вот тогда оно будет развиваться. Я, вот, марсельская школа Таро. Я всё время ищу, где же эти самые марсельские школы Таро. Иногда мне говорят, вот там есть во Франции люди, которые там в семье передают какие-то секреты. Это всё равно, что их нет. Просто их нет. Потому что то, что передаётся в этой семье, оно просто не развивается. Оно умирает. Оно искажается. Оно хереет. Оно ослабевает. Оно не становится... Оно не обогащается. Потому что, когда много этим людей занимается, они обогащают друг друга. Они создают какие-то новые сущности, новые структуры, новые отделы знаний. Нет. Всё. Оно остыло, застыло, заглохло, превратилось в догму и перестало развиваться. Поэтому я не знаю, что такое сокровенное знание. До меня это не доходит. Я знаю, что такое хороший учебник. Вот это я понимаю. Хороший учебник, по которому легко учиться, в котором даны хорошие понятные определения. которые я читаю, понимаю и учусь это делать. И в состоянии научиться по этому учебнику делать. Если же это всё завязано на автора и неотрываемо от автора, оно умрёт вместе с автором. Вот я не хочу, чтобы моя техника, моя школа умирала вместе со мной. Поэтому я делаю всё, чтобы сделать её максимально доступной, простой и понятной. Ну, здорово. Ну вот, во всяком случае, то, что мы, чем мы занимаемся здесь и потом программы, которые записываются, ну, на всякий случай, раз мы уже начали об этом говорить, так я озвучу. Это www.sungatesradio.com sungatesradio.com Это sungates1.08 Это наш скайп. И эти программы, которые мы сейчас в живом эфире ведём, они записываются, они потом идут на YouTube, потом на Facebook, и любой человек может их прослушать. Ну и, как я уже говорил вам, вы один из, ну, программы эти, один из, так сказать, лидеров по просмотрам, поскольку всё-таки это востребовано. Полагаю так, что большинство людей, конечно, это те, ваши, так сказать, фанаты. Я же не знаю, кто это смотрит. я тоже не знаю, но, во всяком случае, отзывы там все положительные, позитивные. Да, так что это интересно. Но это приятно. Это приятно, да. Было бы интересно, вообще-то говоря, ну, я знаю о том, что у вас был в гостях, и вы его приглашали, такой, торолог, достаточно известный в России, его зовут Олег Телемский. Да, и у него есть, этот, даже какой-то там, типа, институт Телема там, или что-то такое там. Общество. Общество, да. Да, Касталия, да. Я с ним беседовал, как-то вообще-то говоря. Очень необычный, я бы так сказал. Он, ну, настолько увлечённый, что его, как бы, кроме Таро, вообще не интересует жизни ничего. Вот. Ну, там мне показалось какие-то высшие материи сразу. Вот, я с ним беседовал, мы с ним даже одну программу сделали на радио, я её потом переслушал. Ну, как-то тяжело воспринимается простому человеку, поскольку там идёт. Потому что, когда я работал в школе, старая учительница мне, молодому балбесу, сказала, Серёжа, ты должен рассказывать всем так, как будто перед тобой полные дураки. Это раз, и пятилетки, даже не пятиклассники, и пятилетки, это два. Короткие фразы, простые, понятные сравнения. Тебя все поймут, всегда. Да. Я запомнил этот совет, навсегда, и всегда пользуюсь. Это правда. Вот мы вчера с моим приятелем, мы с ним вели, он врач, и мы с ним вели программу, уже третью программу, которая, значит, тибетская технология исцеления. И там написано, ну, то есть, и как бы и врачу, в общем, мало понятно, во-первых, там куча всяких терминов, кроме медицинских, там ещё термины тибетские, санскритские, и он, ко всему прочему, ещё и читает это всё. То есть, а потом он сам говорит, ты знаешь, что-то скучно стало. Я говорю, дорогой, конечно, скучно стало, потому что, ну, я, допустим, в теме, то, что ты говоришь, я хоть что-то понимаю, хоть что-то понимаю, да, но я могу себе представить, как радиослушатели, которые абсолютно и близко не в теме, вот это всё слушают, и вот это очень монотонное чтение, и вообще ничего не понятно. Хотя, если взять и разобрать, эта книга, это полностью технология, там описано исцеление, и не только врачей. Но надо же к этому подойти, там такие термины, которые, знаете, это как я когда-то там рассказывал на живом радио, о наших энергетических телах, с упоением рассказываю, там энергетическое, астральное, каузальное, ментальное, эфирное, рассказываю самому, так просто дико нравится, тут звонит человек в эфир и говорит, скажите, Майкл, это они, тела эти находятся где, внутри или снаружи? И я понял сразу, хороший вопрос, я понял, что всё то, что я рассказываю, не имеет никакого смысла, потому что к этому же надо подойти, в конце концов. То есть мы должны по-простому, по-народному, поэтому скажем, с Олегом Теленским при всём уважении к нему и к его системе, и к его обществу, я как-то не смог дальше уже продвинуться, сделать следующую передачу, хотя мне лично это было бы интересно, но поскольку мы всё-таки на публику, на радиослушателей, а не просто так, блистаем в эфире своей эрудицией, своими знаниями, то, конечно, это не годится, с моей точки зрения. Давайте мы спросим у Риты, она устала, уже вот слушаю эту вот нашу такую словесную дискуссию. Вы очень красиво говорите. Да, спасибо. И пости без мультиков, что очень важно. Да. Сейчас я буду делать дисклеймер, что... Радиостанция не несёт никакой ответственности. Никакой ответственности за то, что говорит Сергей Савченко, несмотря на то, что Таролог современности. И Михаил Мелыхов тоже. Да, ну я, а я вообще ничего не говорю, я только, так сказать, веду. Пытаюсь соответствовать. Рита, ты вчера проводила программу с астрологом по вопросам питания. Ну вот, есть у тебя какие-то вопросы Сергея Савченко по поводу Таро? Какое есть? Надо сложные углеводы или простые углеводы, к примеру. Я шучу, конечно. А я могу задать вопрос, допустим, про Михаила, не про себя? Вот как-то можно? Да, конечно. А вот мне так хочется. Легко. Дело в том, что мы говорили о том, какой планете, то есть, соответственно, в какой день, какую крупу или какую кашу лучше употреблять. Вот, я хочу спросить вообще для Михаила, зерновые ему полезно? Надо ему их употреблять в пищу или лучше воздержаться? Мне нравится вопрос, это к тарологу. Нет, ну сейчас вы уже есть. Нормально, я сейчас узнаю. Давайте мы только уточним, что значит полезно и что значит надо употреблять. Ну, ну, просто у нас есть некоторые разногласия, я бы... Вот, смотрите, все сейчас получится, да? Я говорю, да, ему очень полезно употреблять эти самые зерновые. И вы тут же идете, попугаете, покупаете корм для попугаев, даете ему в тарелку, Миша смотрит, говорит, чтобы я этого гада еще хоть раз, когда-нибудь пригласил к себе на передачу, да никогда в жизни. Нет, зачем мне это надо вообще? Такого не будет, во-первых. А во-вторых, неизвестно, как он на это вообще среагирует, но я не знаю, это вот у меня так... Среагирует абсолютно адекватно. Я спонтанно возьму такой вопрос, глядя вот на него. Абсолютно адекватно. Я иду так, как я себя чувствую. Вот смотрите, у нас есть ситуация, когда я ничего не могу есть, кроме этих зерновых, да, то есть я вынужден есть. У меня есть ситуация, когда, ну, это будет неплохо, но это не является там обязательным, критичным для меня и так далее. Не принесет ли это вреда? Вот это самый главный момент. Полезно или не полезно? Вот только и все. Полезно для чего? Оно же не может быть полезно вообще, да? Ну, смотри, некоторые, например, не полезно. Это же обычное заболевание. Для меня полезно это есть, оно там обволакивает, оно там помогает. Но, у меня прошло это заболевание, все, я могу не есть уже, уже никакой проблемы с этим нет. Тут просто важный момент, уточнить вопрос, что именно мы хотим узнать. Полезно для чего? Для здоровья. Для какого? Для энергии. Для энергии нет. Для энергии полезно кушать мясо и пить красное вино. Ну, это как сказать? Поверьте мне, я второй. Видите, это сибирским оттепелем. Ну, я так понимаю, что мы тут, конечно, развлекаемся, это замечательно, да, но... Не, не, почему? В принципе, ты не видишь, в принципе, вам... Сергей, да, Сергей раскладывает карты. У нас выпадает суд, башня, влюбленные, сила и этот самый, правосудие. Такие карты. Значит, да, карта башня, у нее есть значение сила и энергия зерна или энергия семени. То есть, в данной ситуации она не является плохой, тяжелой, ужасной и так далее. Значит, если Михаил будет есть это самое зерно, это, а, не принесет ему никакого вреда. Ну, то есть, там, не знаю, это будет есть, там, кашками или еще как-то, или семечки лускать, как порядочный этот пионер делал. Это раз. Нет очевидного указания, что это принесет ему стопроцентную пользу и очень позитивно повлияет на его здоровье. То есть, это скорее ну, как дополнение, как, не как главный продукт питания, который вот там 50% должен занимать его едой. Понятно. Ну, хорошо. Спасибо. Сергей, вот смотрите, какова подоплека, вот с точки зрения психологии, которой занимаюсь очень-очень много лет. Догматическое представление о том, особенно западное представление, я прошу прощения, Рита, как люди относятся, особенно вот holistic health coach, или другие вот учителя по правильному здоровому образу жизни. вот существует понятие в последнее время простые и сложные углеводы, да, харпы, харпы гидрайцы, да, их называют. Так вот, простые углеводы есть нельзя, а сложные есть нужно. Это позитивно. А теперь смотрите, в ведические времена, те времена до мамонтов, значит, все то, что росло под солнцем, быки, корова, священные животные. Почему? Корова дает молоко, а бык, он пашет. Вот на быках распахивали, скажем, там поле, потом там сеяли пшеницу, и вот эта пшеница давала урожай, и люди ели, это был основной продукт питания. Значит, то, что растет под солнцем, это самое-самое-самое благоприятное, то, что не есть. Никто не рассматривал такого понятия, простые сложные углеводы, то есть, был хлеб, естественно, делали, и люди его ели, а сегодня, почему-то, мы в нашем западном обществе, вот это все взяли и разделили, и сказали, это очень и очень плохо. Ну, возможно, да, глютен, там этот, который понятия не имели еще там несколько лет тому назад, что такое глютен, потом стали вдруг резко все противники этого глютена, карбогидрайт, ну, чуть пораньше это были, самые простые эти углеводы, это было, но, тем не менее, в этом же тоже есть смысл, а как же, ну, под солнцем-то действительно растет, это же благоприятно, там же все витамины от солнца. Качество продуктов изменилось, мы теперь не можем, мы живем в другое время. В эти деки времена проблема была не в том, чтобы выбрать простые или сложные углеводы, а в том, чтобы сожрать хоть какой-то углевод. Почему? Как раз таки, я имею в виду, всеобщее благодействие было на земле. Никогда не было всеобщее благодействие. Я знаю, я историк, я изучал этот вопрос, меня всегда волновало. Я вам скажу так, пока мы не перешли на земледелие, люди жили сытнее и свободнее. И пища у них была более разнообразная. Когда люди перешли к земледелию, а это произошло, ну, бог с ним, когда это произошло, 10 тысяч лет до нашей эры, то есть, 12 тысяч лет уже фактически, такая неолитическая революция была, мы стали жить хуже, мы стали работать больше, а жрать менее, менее насыщенно. Люди, которые перешли к земледелию, питались, ну, во-первых, у них стал ниже ростом, во-вторых, у них стало хуже с головой, во-вторых, вернее, в-третьих, еда, которую не ели, она вся была, ну, не самая калорийная, мягко говоря, это раз. В-четвертых, огромное количество сорняков, которые там были, вы же знаете, что средневековые видения религиозные во многом объясняются спорынью. Спорынь прекрасно растет на ржи и, похуже, растет на пшенице, то есть, вот этот религиозный экстаз, который был... Спорня, да? Спорня, да. А я не знаю, как правильное ударение делать. Вот. Спорня пусть будет. Вот. Именно она провоцирует религиозное искание, метание и создание мировых религий и всего остального прочего. Поэтому, говорить, что это было какая-то эра благоденствия, мы сытыми стали последние 50-60 лет. И то не все. В Африке как голодали, так и голодают. Да. Это мы сегодня, мягко говоря, бесимся с жиру. Поэтому у нас проблема, что мы стали жить хорошо, а с другой стороны, мы стали жить плохо. Я прихожу в магазин, смотрю на горы тортиков, пироженок, печенек, мясиков, всякого разного и думаю, нахрена я стал так хорошо жить, что я теперь могу это все сожрать. А мне нельзя это все сожрать, потому что, если я все сожру, я превращаюсь в дирижабль. Меня надо будет катать уже по земле, я сам не смогу ходить. И простора для творчества и технологии Таро об этом... Не будет никакого, да. Об этом можно будет только мечтать. Ну, хорошо. Сергей, я полагаю так, что время у вас уже достаточно позднее. С мыслями о тортиках и о мясе и о этом очень трудно уснуть. Не трудно. Не трудно. Ложишься и представляешь себе, составляешь меню, что я буду есть в следующей жизни. после того, как я превращаюсь в дирижабль. Да. И у меня пропадет всякая возможность заниматься исследованием технологии Таро. Да. Хорошо. Но, тем не менее, мы остаемся в теме. И сегодняшняя программа у нас посвящена все-таки Таро, чему я очень рад. И эта программа записывается. И все желающие послушать... Тут мало было, вообще-то говоря, Таро в этой передаче как-то было все хорошо. А Таро было очень много. А Таро было очень много. Мы просто говорили уже не просто вот что там, ну, какие-то бытовые штуки. Это, мне кажется, это очень важные принципиальные вопросы. Как будет развиваться Таро дальше? Какие у него магистральные линии развития? Что вообще мы будем с ним делать? Для чего оно вообще нужно? Ну, это такие глобальные вопросы, на которые можно десять раз об одном и том же говорить, и всякий раз ты будешь находить какие-то новые грани этих вопросов. тогда, наверное, в следующий раз мы продолжим эту тему, поскольку тема очень серьезная. А расклады, которые мы, в общем-то, хотим для нас делать, ну, будем в следующий раз, да. Сделаем в следующий раз, да. Хорошо, дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Сергей, спасибо вам за ваше время. Вам, значит, спокойной ночи. привет вам передают с той стороны экрана, передают вам. Спасибо, да. Всего доброго. И я тоже Рити Банахал. Будда, Будда, вот сидящая рядом с Ритой, и Рита, сидящая рядом с Будой, передают вам всем привет. Меня посадили рядом. Да, вас посадили рядом. Все, всего доброго, до свидания, до новых встреч. Спасибо. И в следующую среду мы встречаемся с вами. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok